В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году в Корсуне ремонтируется сразу несколько МКАД. Инициаторы выполняющихся работ жители их ходом довольны. Для подрядчика соблюдение сроков и требования жителей – самая главная зона ответственности. Сразу после ремонта кровли планируется ремонт фасада. Но это не все, чего хотели бы люди. Жители центра Корсуна, Гусево-18, долгое время жаловались на обилие жилищных проблем. И сейчас эти проблемы наконец-то стали решаться с помощью фонда капремонта. Переделывается крыша, будет ремонтироваться фасад и подъезды. Однако еще предстоит заасфальтировать двор, поставить здесь детскую площадку, и тогда жизнь станет наконец-то комфортной. Иногда обычного ремонта существующей кровли недостаточно. На Куйбышево-64 мягкую кровлю решено заменить на железную. Для этого проведена реконструкция верхней части стен. Наращены дымовентиляционные каналы, установлены дополнительные опоры. Общая стоимость работ – 2 миллиона 400 тысяч рублей. На Куйбышево-64, в отличие от Гусево-18, принципиально другие работы по ремонту кровли. Здесь мягкую меняют на скатную. Восстановлен бордюр, который размывали дожди. Здесь сделаны новые вентиляционные каналы. Здесь наведены стропила, здесь будет новая крыша, здесь будет принципиально иная жизнь. Глобальная перестройка крыши – требования жителей. Они каждый день контролируют выполнение работ. Рабочими довольны и здесь. Мужики хорошие, специалисты, работают с 7 до 7. Ну, бывает, когда, если погода не позволяет, пораньше закончат. А так, ничего, претензий никаких к ним нет. Молодцы, спасибо им за все. Подобные работы проходят по всему поселку. У Лермонтова – 7, Гусева – 16, Саратовская – 88, Тельмана – 1, 2 и 3. Кроме того, ремонт проходит на родине поэта-декабриста Языкова. Региональный фонд капитального ремонта честно отрабатывает деньги, которые туда перечисляют жители региона. Национальный проект «Жилье и городская среда» в действии. Строительство и ремонт жилищного фонда входит в список приоритетных задач, озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И жители нашего региона видят, что задачи выполняются. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды. ТВ.